Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Юлия Михеенко, переводчик русского жестового языка. Юль, добрый день. Насколько знаю, раньше это называлось «сурдопереводчик». Да, сейчас поменялся закон, и теперь это называется переводчик русского жестового языка. Так же, как и глухие. Раньше их называли глухнимые, сейчас они глухие. То есть немота возникает вследствие глухоты, поэтому это ошибочно называть. Они даже обижаются по этому поводу, когда их называют так. Я так понимаю, глухие – это люди, с которыми тебе приходится непосредственно общаться. Да, конечно. Глухие, слепоглухие. У нас есть женщины, которые обращаются тоже к нам, и приходится с ней тоже ходить. Слабослышащие люди, плохослышащие люди. Вот мы в основном помогаем им. А вообще что входит в твои обязанности, в твою профессию? Ну, мы выполняем разные функции. Мы как соцработник, помощник, потому что для них это, конечно, информационная недостаточность. Они не могут просто прийти и спросить о чем-то, в тот же самый банк, или прийти в, я не знаю, в пенсионный фонд. То есть то, что для нас кажется легким в общении, мы просто можем позвонить и узнать. Для них это очень проблемно. Следовательно, мы помогаем им коммуницировать с окружающим миром. То есть если что-то нужно узнать, оформить какие-то документы, любые проблемы. Там потекла вода в трубах, вызов врача, сходить к врачу на прием. Потому что для них это действительно бывает достаточно тяжело. Учитывая, что степень глухоты бывает разная, бывает слабослышащие, у них очень хорошо сохранена речь, но, может быть, она для кого-то бывает непонятной. Но все равно они могут общаться. То есть у них, они носят аппараты, они достаточно, если чуть-чуть погромче им сказать, они не услышат вас. А бывают просто глухие люди. У глухих людей вот эта проблема именно общения, она бывает. И общение это затруднено. То есть они в основном общаются по естественным видеосвязям, смс-сообщениям, чатов каких-то. А вот просто прийти на прием к врачу и сказать, что у меня болит голова, ему нужно сначала прийти к нам, записаться к переводчику. Причем, учитывая, что переводчиков достаточно очень мало у нас в Рязани, да и вообще во всех городах у нас нехватка переводчиков. У следователя нужно договориться с переводчиком, и только после этого идти уже на прием к врачу с переводчиком. Конечно, некоторые врачи и люди иногда обслуживают глухих без переводчика, но бывают, возникают такие ситуации, когда человек просто не понимает. Даже вот некоторые врачи переписываются записочками. Но иногда бывает, что человек малограмотный, особенно старшее более поколение, они малограмотные, и человек не поймет, что ему написали. Следовательно, это нужен переводчик, потому что переводчик, он выполняет такие функции, какие-то сложные слова, которые непонятны глухому человеку, он должен ему перевести так, не исказив смысл, перевести так, чтобы человек понял, о чем речь. То есть, в принципе, в нашей мы должны для того, чтобы перевести, мы должны знать чуть-чуть, понемножку всего. Потому что если чего-то не знать, все равно где-то спрашиваясь, то есть мы же не можем знать все термины врачебные, правильно? Следовательно, мы просим врача, чтобы он нам объяснил, для того, чтобы мы объяснили глухому. То есть мы ни в коем случае не должны искажать речь. Я так понимаю, речь идет об обществе глухих. Сколько сейчас у нас в Рязани человек? Официально у нас на счете стоит 1136 человек. Но по факту это количество человек намного больше, потому что у нас есть приезжие из других городов, потому что приезжают и создают семьи из других городов. Есть приезжают те, кто работает, сюда приезжают. С других стран приезжают, таких как Узбекистан, Таджикистан, они тоже нуждаются в переводе. По мне, мне кажется, это вообще невозможно. Общаться с таким количеством людей, причем люди с ограниченными возможностями. Но это каждого человека надо поддержать, каждого человека надо понять, и каждому человеку нужно помочь. Насколько это вообще сложно, насколько все это через себя пропускается? Вообще, я считаю, что переводчики русского жеста языка в первую очередь должны быть психологами. И они должны намного мягче относиться, то есть с пониманием. Потому что люди разные, характер у всех разный. Кто-то вспыльчив, кто-то агрессивен. И ты должен каждого выслушать, у каждого свои проблемы. Ты должен каждого выслушать, с каждым поговорить, объяснить ему. То есть даже любое оформление каких-то документов или еще чего-то начинается именно с разговора. То есть для них переводчик – это тот человек, который они могут рассказать все. Конечно, очень тяжело, потому что ты хочешь помочь человеку, ты пропускаешь это все через себя. И учитывая, что... Ну, я бы, например, их не назвала людьми с ограниченными возможностями. У них возможности намного велики. Они живут так, как не живут, наверное, обычные люди, да? Ну, без инвалидности. То есть они ездят на экскурсии, ездят в разные города, проводят там, участвуют в каких-то мероприятиях спортивных. У нас есть там сайт Сурд-Олимпиада. Они выезжают там на всякие конкурсы в другие города, там, межрегиональные. У нас, вот, предположим, практикуется практика. К нам приезжают в соседних регионах с концертами, а мы к ним ездим с концертами со соседних регионов. То есть они... У нас есть девочка, которая работает моделью. Ей там 14 лет. Она не слышит, но она отучила в школе моделей. Она захотела. Мы ей помогли немножко, да. Ну, как бы, мы ей перевели. Но это было на начальном этапе. То есть, как бы, в принципе, переводчик – это такой человек, который всегда рядом. Должен быть всегда рядом. Конечно, очень тяжело, учитывая пробки, учитывая расстояние, да. Бывает такое то, что там 11-я поликлиника, потом ты едешь там на Вканищево. Вот. Конечно, очень тяжело, учитывая сидение в очередях. Просто даже пойти в МФЦ, подать документы, нужно посидеть в очереди. А прийти в больницу, даже если у тебя талон, тебе нужно посидеть в очереди. Кто-то идет навстречу. Как давно вообще, Юля, занимаетесь этой работой? Откуда вообще взялась эта профессия для вас лично? Для меня лично? У меня родители не слышат. То есть, инвалиды по слуху, что мама, что папа. И с самого детства я видела, с какими проблемами сталкиваются. И, конечно, там, ну, уже более такой взрослый возраст, там, лет с 12. Я старалась им помочь по возможности, общалась. То есть, например, русский жестовый, я там, знаю, где-то лет с двух начала, да, потихонечку. То есть, как обычно ребенок учит русский язык, как его учат говорить. У меня было два языка. Это русский и русский жестовый язык. Потому что мне нужно было как-то общаться с родителями, там, сказать, что я хочу, там, пить, кушать, гулять, там, или еще что-то. И потихоньку, то есть, уже с более такого взрослого, да, возраста, там, ну, лет с 10, с 12, вот так вот. То есть, уже по возможности помогало. Где-то сходить перевезти, где-то еще что-то. Вот. Потом, конечно, то есть, родители, они никуда не денутся, их все равно им нужно помогать. Вот. А в эту профессию я пришла только два года назад. Вот. То есть, я съездила в Москву, получила диплом. Потому что, ну, как бы считается, что русский жестовый язык, с родопереводчиком могут работать люди, которые с детства в этом. То есть, они общаются на этом языке. Очень тяжело научить человека, предположим, там, за три года обучения. Но если у него после этого обучения не будет практики, если он не будет общаться на этом жестовом языке, то, естественно, это все забудется. Потому что мы общаемся уже на автоматизме. У нас жесты идут. Мы не думаем, какой нам жест нужно показать. И причем, учитывая, что в каждом регионе бывает такое то, что жесты как-то чуть-чуть видоизменяются. То есть, есть какой-то общий, общая база. И в каждом регионе есть свои какие-то маленькие вот отклонения, да, как бы так сказать, в жестах. То есть, иногда можно запутаться в этом. Вот у нас был случай, когда вот к нам приезжали с Москвы актеры, показывали нам концерт. И мы проводили по Рязанскому Кремлю экскурсию. И они у меня спрашивают, а почему Рязань? Почему Рязань? То есть, как бы у нас Рязань показывается вот так, Рязань. Я говорю, ну, знаете, как бы колхозы раньше были, вы москвичи мясо ели, а мы вам зарезали коров. Ну, вот так вот, как бы в шуточной форме им объяснила, они посмеялись все. Один жест, он означает одно слово. Или как это происходит? Ну, вообще, да. Но бывает такое то, что есть одно слово, и на него несколько жестов. Везде говорят по-разному. Вот, то есть, там, сахар, сахар, сахар. То есть, их достаточно очень много. Каждый говорит, там, сахар, кто-то говорит. Каждый говорит по-своему. Ну, естественно, когда ты сможешь, и так же глухие говорят, они же все равно губами это проговаривают. То есть, тут уже можно где-то понять смысл этого слова. То есть, что он именно хочет сказать тебе? Песок или сахар? То есть, тут уже непонятно. По идее, должно быть огромное количество жестов, да, вот какая-то база. Ну, как вот у нас алфавит, да, у нас есть там определенный набор слов русского языка. То есть, то же самое вот в жестовом языке. У нас есть дактиль, это, то есть, алфавит ваш, наш, точнее, русский, да, дактиль есть. Но дактилем пользуются очень-очень редко. Дактиль чаще всего используется, когда очень сложны слова, название препаратов, городов, рек, еще чего-то. То есть, названия. Вот их имена, их проговаривают дактилем показывать. Ну, вы представляете, если мы будем говорить, там, дактилем, там, рязань, то есть, это очень долго. Мы покажем рязань, то есть, такие, все сокращается. То же самое, там, вот у глухих, да, у них есть между собой, там, как бы, прозвище. Также есть, конечно, стандартные бытовые жесты. Вот, потому что, когда я, например, пришла, когда два года назад в общество глухих работать, у меня были такие более бытовые жесты. Я больше общалась на каких-то бытовых, ну, на бытовом уровне. А потом, позже, благодаря вот Елене Николаевне, председателю нашим, нашим переводчикам, да, более опытным, глухим, которые приходят, обращаются за помощью, ты постепенно учишься, учишься, схватываешь вот жесты, там, я помню, мы ходили на совещание, первый раз было совещание, мне Елена Николаевна поправляла и говорила, все, не волнуйся, все хорошо, все хорошо. И она говорит, я, если что, буду поправлять, если ты какие-то жесты не знаешь или неправильно показываешь, то есть, получается, что мы на протяжении всей жизни учимся. Нет такого, что ты вот прям выучил какую-то базу, там, как в английском языке, да, там, ты выучил правила, ты выучил слова, там, ты, и все, ты и владеешь английским идеально. У нас такого нет, все равно постепенно ты, что-то новое у тебя появляется, потому что, например, у пенсионеров, у возрастных, да, в категории инвалидов по слуху, у них свои какие-то чуть-чуть жесты, вот именно старые, у молодых, у них такие более новые жесты, то есть, там, какие-то новые, вот, скайп-программа появилась, то есть, если пенсионеру показать скайп, он скажет, что это такое, вот, естественно, ему потом объясняют, что это видеосвязь, вот, с помощью которой мы можем общаться, там, все, то есть, как бы, вот так вот. А молодые вполне владеют, там, и, там, Apple, и все, они как-то, вот, какие-то новые жесты появляются все равно, и он все равно видоизменяется как-то чуть-чуть. Вот мы сейчас разговариваем, вот, просто мне очень нравится, красиво, жестикулируешь. Это привычка, это на самом деле привычка, потому что у меня как-то однажды спросили, а почему у тебя губы вот так вот прям вот очень, вот так вот очень двигаются, да, прям все понятно, можно прочитать, это привычка на самом деле. Очень жестикуляция, мимика лица, потому что, например, глухие, они, мимика лица и какие-то эмоции, они по лицу очень распознают. И даже если человек, который не знает жестовый язык, любой человек может, в принципе, объясниться, там, с глухим человеком, потому что мы сами используем эти жесты какие-то, да, там, пойти туда, направо, там, налево, да, там, прямо, назад, то есть мы сами используем класс, там, окей, то есть вот такие какие-то жесты, мы их используем в речь, но мы сами, ну, как бы, не задумывались над тем, что на самом деле можно как-то потихонечку, ну, объяснить что-то человеку. То есть даже когда идти, там, до какой-нибудь поликлиники или, там, до какого-то здания какой-то адрес, можно нарисовать, можно, там, показать жестами, да, объясняя, причем артикуляцию губ используя, то есть не вот так вот говорить, а, то есть по выражению, да, человек поймет. А многие почему-то считают, вот, меня всегда удивляло вот это понятие, что если глухому человеку кричать, то он обязательно вас услышит. Нет, это если у него есть аппарат, и он говорит о том, что он слабослышащий, тогда да. А если он не слышит, хоть в рупор вы кричите, он не услышит вас. Но по губам прочитать вы можете? По губам, да. Чаще, большая часть населения глухих, они читают по губам, причем очень достаточно хорошо. Их учат этому в школах, в школах, в детских садах. Юля, ну и скажи вот что-нибудь, кроме Рязани, жестами, вот все, что хочешь, скажи мне. Все, что хочешь? Да, все, что хочешь. Я очень рада быть у вас в гостях. Спасибо. Приятно было очень пообщаться. И мне приятно. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Юлия Михеенко, переводчик русского жестового языка. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова